Такого еще никто не делал. Поэтому сегодня наглядно продемонстрирую на что способны современные блютуз колонки на примере Трансмарта T7 Lite и Hello 200. Hello 200 в своей ценовой категории ценят за чистый звук на максималках и глубокий мощный бас. О Трансмарте T7 Lite говорят, что она чуть ли не лучшая в своем классе, наступает на пятки, а где-то даже обходит именитые бренды. Мне же сегодня хочется показать не только реальную мощь Hello 200, но и то, за что многие любят T7 Lite. А чтобы было еще и увлекательно, разыграем среди подписчиков эту красавицу. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. Значит как мы и поступим. Вначале дадим оценку тому, как они звучат. Затем протестируем реальную мощность колонки Hello 200, разбив что-либо звуком. Это может быть стакан, бокал, фужер, а может и сырое яйцо. Делайте ставки и пробуйте угадать, что я сегодня разобью. Напишите прямо сейчас. В розыгрыше будут участвовать комментарии со доставками и все что связано с блютуз колонками. Пишите какие блютуз колонки у вас были и есть сейчас и что из трансмартовских колонок нравится вам. Победителем станет случайный комментарий одного из подписчиков. Дальше посмотрим что находится внутри, как никак у меня канал самоделок. А на десерт оставим функции, фишки, плюшки и характеристики. Для сравнительного теста нашел в гараже несколько блютуз колонок. Посмотрим как они звучат на максималках. Это старенький диалог. Они до сих пор есть в продаже. JBL не оригинал. Я даже не знаю откуда она взялась в гараже. Ну и трансмарт T7 Lite и Hello 200. Я понимаю что Hello 200 это Гулливер в стране лилипотии. Но это будет интересно. Хочу заранее предупредить. Реальное звучание вы не услышите. Микрофон видеокамеры будет пытаться выровнять звук под себя. Реальную громкость и частоту звука буду слышать только я. Звук везде выкрутил на максимум. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Было слышно что диалог на максималках самую мало сподхребывает. При его размере сюда впихнули два динамика всего по 8 ватт. Но басы у него приятные. Эту колонку будем называть недо JBL. Играет как мне показалось громче диалога, но очень грязным. T7 Lite звучит громче всех в этой тройке. Оно и понятно. Его выходная мощность 24 ватта. При этом звук на максималках чистый и выразительный. Hello 200 это совсем другой уровень. Бас плотный, четкий и чистый. Чтобы звук стал чище понизим громкость до 70%. Послушаем еще разок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Диалог зазвучал лучше. Хрипы пропали. Не до JBL. Теперь отчетливо слышно, что средних, высоких и низких частот у этой колонки нет. Про T7 Lite. Звук четкий, чистый и приятный на слух. Hello 200, как и в первом тесте, вне конкуренции. Давайте покажу, как качает его фазоинвертор. В какие-то моменты казалось, что лист просто порвет. Ну а теперь посмотрим, хватит ли его мощности разбить что-либо звуком. В интернете есть видео, где звуком бьют фужеры, но там используют либо два динамика, либо специальный бокс и дорогие приборы. Мы это сделаем играющей, всего одной колонкой Hello 200 и без дорогих приборов. Вначале покажу, как это сделать, а в конце видео поделюсь секретом, чтобы и вы смогли провести такой челлендж. Берем фужер. Ставим относительно близко к динамику. Внутрь кладем соломку или бумажку. В общем то, что может работать как индикатор резонанса звука. Скачайте с плей маркета и установите частотный генератор. Он будет воспроизводить нужную звуковую частоту. Обязательно оденем наушники, либо простые беруши, запускаем приложение и задаем частоту. Я пробовал вести бокал в резонанс, начиная с 440 Гц. И включаем. Звук колонки выкручиваем на всю. Нажимаем на плюсик, понемногу поднимаем частоту, пока соломка не начнет танцевать. Нашел частоту, на которой соломка танцует активней всего. Теперь подберем частоту более точно, после запятой. Фужер лопнул на частоте 464,8 Гц. Досмотрите видео до конца. Получится и у вас с первого раза. А пока коротко расскажу, чем хороша колонка T7 Lite. У нее хорошая влагозащита, 7 класс. Умеет работать в сериапаре с другой такой же колонкой. Может звучать до 24 часов. Я тестировал ее по блютузу. Здесь он кстати в версии 5.3. Так вот, с подсветкой и 70% громкостью, заряда хватило на 7 часов. Это впечатляет. Слот для TF-карты находится под заглушкой. Тут же зарядное гнездо Type-C. И кнопка Reset. SoundPulse это авторская технология Transmart, которая позволяет усилить стереофонический эффект и поднимает глубокие басы, сохраняя высокие частоты. Сравнивая с другими звуковыми пресетами, звук в режиме SoundPulse ярче и выразительнее. Установив приложение с PlayMarket, кроме предустановленных пресетов, можно будет настроить под себя 5-полосный эквалайзер. Пресеты переключаются как из приложения, так и с помощью кнопки SoundPulse. Приложение, кстати, одно для всей линейки тронсмартовских колонок. Можно обновить прошивку и ознакомиться с инструкцией на русском языке. На борту два широкополосных динамика по 12 Вт и три пассивных излучателя. Комплект поставки скромный. Шнурок для переноски, кабель Type-C, инструкция и гарантийный талон. Колонка стильная, что за сетчатая ткань сказать трудно. Надпись из литой резины смотрится к месту. Пассивные излучатели с логотипом защищены кольцами, одно из которых прорезиненное. Трехрежимная подсветка переключается как через приложение, так и кнопкой питания. Оценив качество звучания и проверив на плавучесть, решил посмотреть, что же внутри. Рубашка снялась легко. Винты и защёлки посажены на клей, поэтому разбирается с трудом. Знал бы, что тут такая засада, сюда бы не полез. За подсветку отвечают платы с четырьмя светодиодами. Разъёмы залиты краской, провода в поролоне. Всё, что хоть как-то могло дребезжать, залито полимером. Под рубашкой был скрыт третий пассивный излучатель и два динамика по 12 ватт 4 ома. Питается колонка двух литий-ионных аккумуляторов 18650 мощностью 4000 мАч. Дальше решил не разбирать. Хочу, чтобы колонка сохранила свою водонепроницаемость. Кучу времени потратил на удаление старого клея. Если не убрать, будет мешать защёлкам и винтам сесть на место. Защёлки рубашки тоже сидели на клее. Поэтому лазить внутрь без надобности не советую. Герметичность восстановил. Собрал так, что не к чему придраться. Колонка работает, так что розыгрыш состоится. Колонка Hello 200. Внутри была инструкция и гарантийный талон. В моей комплектации нет беспроводных микрофонов, но в магазине есть варианты с двумя и одним микрофоном на выбор. Сетевой провод питания, так называемая восьмерка. И трёхпиновый кабель AUX. Колонка весит более 6 килограмм, мощность 120 ватт. Ёмкость аккумулятора 15 тысяч миллиампер в час. Время автономной работы до 18 часов. Блютуз версии 5.3. Пробежимся по кнопкам. Большая крутилка громкости работает в паре с подсветкой. Меняешь громкость и уровень громкости дублируется подсветкой. Очень удобно. Тут, как и в T7 Lite, присутствует технология Sound Pulse с точно такими же пресетами и эквалайзером. Кнопка TuneCon позволяет подключить беспроводно до 100 колонок. Кнопки воспроизведения и перемотки. Кнопка выбора режима подсветки. Тут их целых 5. Шестой подсветку отключает. Кнопка подключения в стереопару двух таких колонок. Кнопкой эхо можно добавить микрофону эхо. Кажется 3 уровня. При удержании кнопки более 2 секунд включает и отключает микрофон. Кнопка Mode. Переключает музыку с блютуза на USB флешку либо AUX. При удержании этой кнопки более 8 секунд она срабатывает как кнопка Reset. Что находится сзади. Это AUX. Под резиновой заглушкой два разъема на 6,3 мм. Для подключения проводной гитары и динамического микрофона. Два проводных микрофона не подключается. Можно подключить один проводной и один беспроводной. Либо два беспроводных. Ниже крутелки уровня громкости. После подключения микрофона в приложении будут активны новые настройки. Низкие, высокие частоты и ревербация. Это эхо, которое в отличие от кнопки настраивается более точно. Через USB разъем можно проигрывать музыку с флешек. Либо использовать как пауэрбанк для подзарядки гаджетов. Не пытайтесь через USB разъем подзарядить колонку. Сгорит. Сетевой разъем. И кнопка Reset. Что находится внутри. Решетка гриль из довольно толстого металла. По краю оклеена демпферной лентой. Вокруг динамиков белые вставки. Винтов, вагон и маленькая тережка. По краю крышки тоже наклеена демпферная лента. Но стопроцентную защиту от влаги она не гарантирует. В воду колонку не макать. Что же мы видим внутри. Блок питания. Тут по ходу 12-ти вольтовый. Ватт на 60. Плата вверху. Прямо над фазоинвертором. Если вода через фазик попадет внутрь, колонки будет капот. Плата не залита лаком. Обратил внимание еще на одну вещь. Вот чип блютуз модуля. А ниже пиктейловский разъем. Это говорит о том, что блютуз антенну сделали выеностной. А вывели куда-то под заднюю стенку. Внутри фазы инвертора есть перегородка. Хомяк через ее не пролезет. Мышка в положении стоя тоже вряд ли закарабкается наверх. Но если положить колонку на бок, то сами понимаете. Корпус сделан из полиамида. Это достаточно прочный пластик. Провода хорошо защищены от вибрации. По динамикам. Низкочастотник на 4 Ома 70 Ватт. Средний частотник на 4 Ома 20 Ватт. И твиттер 8 Ом 10 Ватт. В сумме 120 заявленных Ватт. По аккумулятору. Сборка из аккумуляторов 18650 на 10,8 Вольт 5000 мАч. Вот кажется и все. Когда разбирал колонку, немного повредил пластик. Бонусом покажу, как я исправляю такие дефекты. Мелкой наждачкой убираю царапины и прочее. Затем накрываю плотной тряпкой то, что греть не нужно. И осторожно грею горелкой до блеска. Тут меня беспокоило только ребро. Остальное спрячется в колонке. Собираем. И пока собираю, расскажу, что нужно сделать, чтобы подобрать нужную частоту, которая разобьет бокал. У каждого бокала своя тональность. Чем ниже тон бокала, тем проще его разбить. Чтобы понять, какой тон и частота у бокала, скачайте и установите еще одно приложение по определению спектрограммы звука. Запускаем приложение. Заставляем бокал резонировать. И смотрим, где самый высокий пик. В моем случае это где-то 460 Гц. Поскольку микрофон смартфона может немного искажать звук, я запускал генератор звука не с 460 Гц, а с 440 Гц. Есть еще один нюанс. Низкочастотный динамик Hello200 воспроизводит частоты в пределах от 40 до 5500 Гц. В моем случае частота бокала была 464,8 Гц, что попадает в эти рамки. Если же ваш бокал будет звучать на частоте, скажем, 6000 Гц, то динамик не сможет воспроизвести эту частоту. От 5500 Гц и выше будут воспроизводить среднечастотные динамики. Мощность же среднечастотников всего по 20 Вт. Их мощности, скорее всего, не хватит, чтобы раскачать бокал до резонанса. Разбит звуком можно любой стакан или бокал, который может выходить ударом или трением на резонанс. С яйцом такая вещь не прокатила, потому как в спектрограмме не было ни одной пиковой точки. Следовательно, разбит яйцу звуком, скорее всего, не получится. Вот, кажется, и все. Кто станет победителем, узнаем в следующем видео. А на этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк. И подписаться на мой канал. Субтитры подогнал «Симон»